Россия стоит на грани глобальных социальных потрясений? Кризис, связанный с большим конрессским циклом. Да, он потребует изменения всей структуры экономики, но я очень надеюсь, что разума и средств хватит, чтобы избежать больших социальных потрясений. Продолжение следует... Можно будет собрать то, что заложено в бюджете, но для этого нужно опять изменить структуру работы и организации деятельности налоговой службы. Дело в том, что ее последние годы тщательно переделали в организации, которая не собирает налоги, в организации, которая просто следит за исполнением законодательства, считала, что нам так много налогов не нужно, у нас профицит и так далее, и так далее, и так далее. Извините, надо снова налоговиков затачивать на сбор налогов. Тогда все будет нормально. Ну и, естественно, сделать налоговое законодательство более удобным для налогоплательщиков. Как ни парадоксально, очень часто налог по меньшей ставке дает больше поступлений, если он технологичен и правильный. В России низкая ставка была абсолютно оправдана для того, чтобы вывести из тени, и это произошло, доходы физических лиц. Вот те, кто кричат о социальной несправедливости, они правы в чем? Надо доработать другие налоги. На самом деле, если вы хотите больше брать с богатых, нужно работать не налогом на доходы физических лиц, а имущественными налогами, земельными налогами, налогами на роскошь. Вот здесь непочатый край для работы. Я всегда говорил, я 10 лет, 12 лет назад говорил, обложите нормальным налогом рублевку, и земельным налогом в России и имущественном будет все в порядке. Честно говоря, мне очень не хочется, чтобы в Сочи были потрясения. В Сочи менялись 4 человека, возглавляющих город, и от этого стало только хуже. Хотя я очень люблю период, когда работал Виктор Викторович Колодяжный. Он великолепно справлялся с городом, не случайно он стал дважды героем Кубани, он поднял Сочи, Сочи стал совсем другим городом, Сочи получил право на пройдение Олимпийских игр. И очень жалко, что он ушел, правда, на хорошую должность, но все-таки ушел с поста, где он был безусловным лидером. И честно говоря, Сочи сейчас нужен не политик, а просто трудяга-хозяйственник, который бы пахал и приводил город в порядок. И причем тот, кому была бы поддержка от региональных и от федеральных властей. Поэтому в данном случае, я пахом его знаю, понимаете, по Анапе, он профессионально сработал с городом. Он действительно Анапу вывел из кризиса, Анапа сейчас отбивает туристов от того же самого Сочи. Анапа очень симпатичный туристический город, поэтому я считаю, что у пахома есть опыт, и он в данном случае может вполне справиться. И самое главное, он не полезет сейчас ни в какие политические баталии, которые только во вред будут городу. Нужно понимать, что вот сейчас на пустое место инвесторы не побегут. Государству нужно приходить и строить, и строить, и строить. Умерять свои амбиции, не реализовывать сверхдорогие проекты. Может быть, та же самая железная дорога на Красную Поляну просто будет слишком затратно посмотреть. Но приводить в порядок инфраструктуру города надо в этом году уже. И, насколько я понимаю, эти работы в этом году начались и будут идти. Делать всю транспортную сеть надо в этом году. Запускать аэропорт надо в этом году, иначе нас не поймут. У Дерипаски здание аэровокзального комплекса два года стоит без движения. И что? Человек прилетает в Сочи и видит эти свинарники, через которые он должен ходить в город. Ну, это же безобразие. Пусть выделяет деньги и приводит в порядок. Если нет, пусть продает. Он его купил. Он знал, на что шел. Он считал, что купил выгодно. Пусть действует. Сейчас, на самом деле, парадоксально мало высвобожденных людей. Для таких больших структурных изменений количество людей, которые потеряло работу, статистически моложе. Что это означает? Я сразу говорю, мы оговариваемся без отношения к каждому конкретному человеку. Для каждого конкретного человека потеря своего рабочего места – это трагедия, и нужно смотреть, как ему помочь. Если брать статистику в целом, в стране для этой ситуации должно было быть гораздо большее количество безработных. Это означает только одно, что предприятия стараются поддерживать, стараются хоть на неполный рабочий день, неполную рабочую неделю, но содержать своих сотрудников. А стараются как-то применять демпфирующие меры социальной поддержки, за что им большое спасибо. Если у нас будет порядка 8 миллионов незанятых, даже это еще не страшно. Ну, я думаю, что все успокоится где-то в районе 7 миллионов. И, наверное, 2,5 миллиона зарегистрируется в органах занятости сейчас. Смотрите, те же самые банки, которые сейчас проводят Cost Saving Policy, они меняют структуру своего персонала очень резко. Они обнаруживают, что эти огромные толпы людей, которые не приносили доходы, но были заняты на общих операциях, на внутренних операциях, они не нужны. Они очень серьезно меняют график работы отделений, они оптимизируют структуру филиалов, структуру доп. офисов и так далее. Они экономят по 20, по 30, по 40% персонала. И создают уже новые места, универсальные, позволяющие по-другому работать. Я надеюсь, что это заставит банки структурно измениться. Сейчас ведь самое интересное, мы считаем, что банки все одинаковые, ничего подобного. Мы видим банки, вышедшие еще из Советского Союза, которые вот так вот стоят по отношению к посетителю, что там пришел за стеклянной вот этой или чуть ли не железной дверью, так и офисы западного типа совершенно с другим программным обеспечением, совершенно по-другому настроены, рассчитаны на работу в интернете, рассчитаны на ускорение работы и так далее, и так далее, и так далее. Вот эти модели нужно внедрять. Вы посмотрите, вот эти очереди, которые в Сбербанке, их же можно расшить, по-другому организовывая работу, и увеличив производительность труда даже операционистов в разы, и это сейчас будет сделано. Значит, потребуются люди совершенно по-другому подготовленные. Учить надо будет. Я точно знал, что случится с рынком ГТКО, причем знал еще где-то за полгода, предполагал, но я не мог позволить себе забрать эти деньги, потому что вот тогда бы люди тыкали бы пальцем, что он использует инсайдерскую информацию и так далее. То есть я предпочел потерять эти средства, но их не забирать. В данном случае речи об этом не идет, потому что наши системы защиты вполне достаточны. Меня вполне устраивает как вкладчика, как клиента работа наших банков. И вы знаете, тут можно больше не доверять многим западным. Вы видели, что случилось в Ирландии, а я не позавидую многим вкладчикам в американских банках. А в России все прошло достаточно спокойно. Я очень надеюсь, что ко второй волне кризису невозврата в кредитах банки подготовятся достойно. Мне страшно не нравятся те компании, которые разворачиваются, что банкам, так как тяжело, банкам можно не возвращать деньги. Я не в защиту банков, я в защиту экономики России. Если мы только начнем кричать, что банкам можно не возвращать деньги, мы угробим всю экономику. Извините, это основа финансовой системы, потому что у банков своих денег практически нет. То, что они собрали, они выдают. Если им не вернуть деньги, не их, а деньги, которые они сами взяли на рынке, это будет означать удар практически по всем агентам рынка. Это ужасно. Копите деньги в валюте, в которой будете вести траты, когда поедете в отпуск. По одной простой причине. Потому что в любой стране на обмене вы потеряете больше, чем сэкономили бы на курсовой разнице. Это было, есть и будет всегда. Поэтому, если едете в Сочи, собирайте рубли. Если едете в Европу, собирайте евро. Это же не длинные инвестиции. А в длинной перспективе, я надеюсь, что можно будет переходить в рубли скоро. Это был Александр Поченок в программе «Частное мнение» для интернет-портала «Банки.ру». До свидания.